Приветствую вас! Я думаю, что в основе лежит ваша определенная такая личностная незрелость, ваша детскость, ну в определенных моментах детскость, неумение говорить не об отсутствии личных границ, и возможно еще проблемы с ответственностью, то есть границы ответственности своей вы не видите, не ощущаете, не чувствуете и так далее. То есть как бы ваш отец, он конечно же не научил, не научил вас границам, каким-то личным границам он не научил вас, не показал, что так можно поступать и делать. Вот. И соответственно, вы слишком сильно растворяете других, то есть четко отделите себя, а других вы не можете. Вы не имеете своей четкой позиции. по жизни вообще, да, вот, по поводу себя. Вы не уверены в себе, а хотите одобрения, не дайте одобрения, от других людей, в частности, от своего, от своего. Многие вещи, которые ответ вам дает, что-то, воспринимайте на свой счет. Хотя, к вам это не относится от, наверное, ну, от слова совсем. То есть, вот, то, что говорит вам папа, да, например, что-то он вам говорит к вам, это вообще, ну, совершенно нет, ну, совсем. Вот. А в этом тоже нужно отдавать себе отчет, да, в этом, тоже, тоже нужно, значит, разбираться. То есть, как и почему такая история вообще, ну, возникает, который у вас, да. Вот. И разбираться тут нужно, собственно, с ожиданием, в первую очередь. То есть, это ожидание, ожидание ваше, например, например, это ожидание других людей от вас, к примеру, и так далее. То есть, чувство вины, это чувство дожествования. Я должна. А чувство, что я должна, это отсутствие взрослого эго-состояния. То есть, не включаете вы взрослого. Вот. То вы ребёнок, причём, такой, обиденный ребёнок. Вот. Я так, ну, я так полагаю. Что, что обиденный ребёнок. То вы обиденный ребёнок. То вы родитель для своего отца, да, вот. Ну, например, да. То вы родитель для своего папы. То есть, пытаетесь, может быть, хотите быть отцом для своего папы. Вот. Вот. Хотя это, конечно, нереально. Это совершенно. Вот. То есть, по-взрослому, по-взрослому относиться к нему, вот к своему отцу, да? А вы не можете. По-взрослому вы не относитесь. По-взрослому. Всё у вас идёт через, там, через обиды, через, ну, негатив какой-то, да? Вот. И так далее. И так далее. То есть, это вот. История, она такая. Такая тема. Вот. В принципе, это вот такой момент. Общаться с отцом, ну, вообще, конечно, было бы неплохо, да, если бы вы определились зачем. Зачем. То есть, зачем, для чего вам, собственно говоря, такое общение с отцом. Вот. То есть, вот. Ну, конкретно. Конкретно. И это тоже очень важный момент. На самом деле. Чтобы сохранить самоуважение, я бы сказал, что вам необходимо лучше ориентироваться на себя. Я бы сказал, что вам, ну, желательно доверять себе, доверять своим чувствам, да, своим эмоциям, своим желаниям. Вот. Не обесценивать их. Вот. Взять ответственность за свои обиды над сам. Вот. И реализовать их. Вместе с психологом дорастить то, чего, чего у вас нет сейчас. Вот. Что касается общения, то в общении очень, очень важно выставлять границы, личные границы. Очень важно. Без этого. Общение невозможно. По крайней мере, равноправно. Вот. Поэтому. Так. Что касается того, что, вот, как вы говорите, он сам достаточно так плохо отношился, да, то здесь, вероятнее всего, имеет место быть психологическая игра скандала. Вот. Можете почитать про неё в интернете. Есть описание. Вот. Это такой момент. Ещё важный момент. То, что вы говорите про, якобы, что вот этот алдец, некрасиво же, да. То есть, не говоря некрасиво, вы подразумеваете, ну, я так, полагаю, какую-то оценку, ну, других людей. Вот. То есть, это вот важный момент. Что вы ориентируетесь на других, а не на себя. Вот. И когда вы стараетесь быть хорошей, вы ориентируетесь на других людей, опять же, на других людей. Ну, не на себя, не на свои желания. Вот. А это всегда очень негативная история, к сожалению. Потому что она бесценивает вас. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, чтобы заграницам уважения к себе, да, нужно отделять себя вот отца. Вот. Когда вы говорите о том, что его критика влияет на мою, допустим, самооценку, да, это, опять же, свидетельствует о том, что на себя вы не ориентируетесь, на себя вы обесцениваете. Вот. Себе вы доверять в некоторой степени не привыкли. Вот. Ну, вот, что, собственно говоря, и является одной из ключевых, наверное, проблем для вас. Вот вы постоянно говорите, что никаких бесед, объяснений, наставлений, разговоров никогда, никогда не было со мной. Вот. А могло бы быть. То есть, откуда у вас ожидания такие, что отец мог бы с вами так разговаривать, так себя вести и так далее. Вот. Ну, далее идет то, что вы, вот, сравниваете себя с маленьким, своим младшим братом. Ну, это, опять же, такая достаточно классическая история, что меня не любили, брата любят, любят, почему так, может быть, я плохая, там, или кто-то еще, кто-то еще. Вот. То есть, тут вам, вам нужно забрать просто свою личность как бы воедино, она у вас пока раздроблена очень сильно. Вот. И, соответственно, заметьте, у вас нет личной жизни, у вас нет мужчины, связано с тем, что мужчину вы тоже не подпускаете к себе. Вот. Так что, это работа, индивидуальная работа Татьяна, а так вам помочь здесь за один ответ не получится. То есть, это работа с обидами, работа с самоценкой, с личными границами, с уверенностью себя, с принятием себя. Вот. Что касается чувства вины, да, то, как правило, за чувством вины стоят очень другие чувства. В процессе психотерапии вы это чувство себе найдете и, соответственно, сможете их использовать для более конструктивного общения. 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 Вот. Ну и, конечно, это определенные движения по жизни. К своим целям, к своим достижениям, к своим результатам, к своим идеалам. Вот. Это реализация. Это создание своего собственного, скажем так, круга общения и так далее. Вот. А у меня такое ощущение, что вот вам уже за 30, да, вы до сих пор, как бы, к обцу испытываете какую-то нездоровую тягу, все время ждете его одобрения. Да вы не ждете, опять же, потому что на себя не ориентируете. А это именно процесс. Это не что-то такое, да, что вы услышите, ну, услышите один раз и все, и можно будет этот момент решить, разобрать и так далее. Так что выбирайте себе психолога и начинаете работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Отдельный пункт, который я хотел бы сказать, это ожидание. Вот, ожидание ваших, это очень важный момент. То есть, вы много делаете чего-то, значит, много делаете чего-то, что поражает ваши ожидания. А там, а там, а там, а там других и так далее. Не нужно. Вот. За свои ожидания несете ответственность только вы. Вот. Поэтому ключом к тому, чтобы себя разобраться, это перестать действовать в себе во время. То есть, действовать так, что появляется в ожидании. Удачи вам и всего самого доброго. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...